Всем большой привет! Это видео будет исключительно по душам, исключительно какая-то моя история. В общем, да, я рассказывала, что я как-то немножко подустала от своей работы и не испытываю никакого ни наслаждения, ни удовольствия, ни удовлетворения. Всё делаю из-под палки, вплоть до того, что была какая-то работа, я её видела, я хотела её взять, я её, когда взяла, мне не хотелось её выполнять. Причём настолько, что я затянула и выполняла её, наверное, неделю или неделю-полторы, в общем, долго выполняла, хотя работа буквально двух дней. После этого я поняла, что-то надо менять, вот, я не знаю пока что, но, в общем, моя подружка предложила мне пойти просто поработать в отель, да. В этом году я получила гражданство, и я могу просто как турчанка пойти работать. И так как мы живём возле моря, тут много больших отелей, и туда просто официально туда устраивают, то есть как вот страховка, вот всё как в России, да, то есть пенсия и всё такое, вот. И я пошла вместе со знакомой, знакомая там уже работает третий год, отель открылся буквально на три месяца, то есть сейчас вообще практически всё закрыто, ну, как бы отели, да, половина открылась, чё-то открылось, в общем, чё-то не открылось, очень много чего не открылось. Так, у меня волосы сушатся. Да, и открылся отель на три месяца, и я туда тоже устроилась, горничной. И я никогда не работала, ну, как бы я работала в отеле, да, но это было в ресторане, официантка, и мне было 18 лет, и это было, как бы, очень странный у меня опыт по жизни. Вообще, мне все мои работы нравятся, но вот так, чтобы прям в отеле в отеле не было такого. И я там просто бегаю, как аж па... То есть там принцип работы таков, тебе дают список номеров, надо там вынести мусор, помыть полы, там, какие-то, не знаю, там, в общем, процедуры, и быстро-быстро-быстро-быстро-быстро, и чем быстрее ты всё это сделаешь, тем быстрее все вместе пойдут домой. То есть работа до пяти вообще, а если всё сделаешь до четырёх, то есть, да, там, три с половиной, то есть вот такой принцип работы. Работают милейшие тётеньки, все турчанки, абсолютно все. Мой турецкий очень плох, и там у меня вообще нон-стоп практика. И знаете, что я поняла? Что я реально счастлива. Во-первых, я там воду пью просто литрами, то есть там настолько ты бегаешь, настолько ты замучен, то есть там персонал, ну, как бы на этаж, да, на этаж человек, наверное, 10, я не знаю, и вот как бы всё-всё-всё-всё-всё быстро-быстро залетели, выбежали, сделали, всё быстро поменяли, то есть настолько какая-то... Ну, конечно, там один тоже работаешь. И я понимаю, что у меня мозг вообще не работает в этом момент, то есть я абсолютно... Конечно, это, наверное, не очень хорошо, что мозг не работает, но я абсолютно уже отвыкла от такого обычного какого-то физического труда. Не то, что вот отвыкла, да, как вот это сказать, от обычной ходить, бегать, с кем-то разговаривать, то есть социализироваться. То есть в прошлом году у меня как бы тоже была такая практика, но как-то это было на улице, в общем, мне не понравилось. А здесь, конечно, спасает то, что под кондиционером, то есть внутри отеля температура нормальная. И я испытала счастье. Вот странно, но реально, я реально испытываю сейчас счастье. То есть у меня мозг отдыхает. Причём это настолько приятно. А когда, знаете, ещё бегал-бегал-бегал-бегал-бегал, потом тело устало, и ты вообще в экспансе... Не знаю, но это прям реально мне вот что доктор прописал. Единственное, только что у меня болит, это моя гордыня. Ей-богу, гордыня прям вообще пищит. Я, конечно, понимаю, что это просто стереотипы. Типа горничными работают, там только вот в школе не училась, и всё, вот только вот мусор тебе собирать. Да, ну так как я вообще мусор, в принципе, собираю, хожу по улице, до сих пор я это волонтёрством занимаюсь. У меня есть второй канал, где я об этом рассказываю очень часто. Вот. Да, после того, как, конечно же, я начала мусор собирать по улице, у меня очень много чего изменилось в голове. И мне нравится, что в отеле, оказывается, сортируют мусор, и мне нравится, что там есть вот это вот пластик-металл-стекло, то есть как-то кто-то старается. Видно, что кто-то старается, кто-то тоже об этом беспокоится, и мне это очень нравится. Я прям чувствую, что... Не зря, не зря вот это вот всё я делаю. То есть я тоже мусор сортирую, и прям чувствую, что у меня тут практика, практика, знаете, заботы о планете. Очередная, естественно. Короче, да, конечно же, у меня всегда в голове остаётся эта мысль, что в следующем году я хочу там куда-нибудь попрестижнее, знаете, там, на ресепшн, или куда-нибудь, куда-нибудь, где я буду в красивой рубашечке стоять с маникюром, и буду такая вся наглаженная и ухоженная. Потом, как представлю, что это надо будет общаться нон-стоп с людьми, решать их проблемы. Кто-то будет конфликтный, кто-то неконфликтный. У меня сразу же всё желание пропадает, и я, знаете, думаю, что не-не-не-не-не, я лучше буду комнаты чистить. Вот такая странная история, да. Короче, реально я устала. Умственно я так сильно устала, у меня так сильно устал мозг, то есть он прям выжат, как лимон. Всё-таки творческая работа, оно действительно требует очень много умственных, что ли, затрат, да. Вот ты это придумываешь, там, сидишь, потом ты это реализуешь, как-то дорабатываешь, дорабатываешь, там, чтобы тебе нравилось. То есть работа художником – это не такой простой труд, как я раньше думала. По крайней мере, раньше у меня был энтузиазм, сейчас я работаю исключительно по принципу «надо», ну, вот дизайнером, да. Я не хочу, чтобы у меня совсем мои портфолио утонули, я не хочу, чтобы совсем доход упал. Я всё-таки хочу поддерживать стоковую деятельность, потому что оно это реально очень круто. Это реально очень круто, то есть ты ничего не делаешь, и доход к тебе всё равно приходит, если ты в своё время раскачал портфолио. Вот. Шаттер снизил выплаты, это, конечно, печально, но не критично, прям вот супер-пупер не критично. То есть всё равно деньги приходят, всё равно это сравнимо с, ну, там, 300-400 долларов, да, то есть можно снимать со стоков. Лично для меня это вообще очень круто. Вот. Поэтому, да, я хочу поддерживать свои стоки. Допустим, если я буду летом где-то работать в отеле, а зимой буду работать с токером, я надеюсь, что как-то у меня мозг будет отдыхать, а потом снова как бы работать. Такая некая перезагрузка. Вот. Ну и работа с гордыней. Вот, ей-богу. Работать горничной? Не знаю, может, конечно, у меня такой стереотип просто в голове сложился, да, что это такая непрестижная работа. Хотя я смотрю по сторонам, то есть у нас там есть как бы ну, там, старшие, начальники, все женщины. И все абсолютно, знаете, как бы мне, по крайней мере, как показалось, абсолютно без какого-то пафоса. Вот мне что понравилось, да. Учитывая то, что я турецкого толком не знаю, да. Вот им надо мне всё на пальцах практически объяснять, практически всё там простыми словами. Два-три раза. Может, конечно, изменится, да, я всего неделю работаю, но лично сейчас меня, не знаю, терпят, не терпят, но очень лояльно ко мне относятся. И нету такого, что, знаете, что-то такое пафосное, какое-то такое пафосное мероприятие, какая-то такая вот история, знаете, про там, ты раб, или там, ты подчинённый, я начальника. Не знаю, может, конечно, дальше будет как-то по-другому, но сейчас мне нравится, да. То есть отношение вообще очень такое, по-доброму что ли. Ко мне там, знаете, относятся чуть ли не как к дочке. Вот. Поэтому, конечно же, я там, по-моему, нет, я там не самая младшая, сейчас набрали очень много студентов, наверное, которые, знаете, там, типа, учатся на туризме и летом проходят практику. Я как бы не очень поняла, но как бы какая-то такая история, то есть молодые девчонки, мальчишки, прям лет по 20, то есть я понимаю, что они где-то в институте учатся. Вот. И тоже, в общем, пришли сейчас поработать. Делают примерно все все одно и то же. То есть уборка номеров, уборка номеров, уборка номеров, уборка номеров. В моем отеле где-то, наверное, не знаю, может, 600 номеров. Я не знаю, насколько это большой или маленький отель. Тут как бы какими категориями, знаете, все относительно. Относительно Турции, может, это маленький отель. Относительно России, это был бы большой отель. Ну, там, Владивостока, например, моего города. то есть до 600 это номеров на одном этаже 100 100 номеров да и вот примерно 10 человек вот как бы убирать и надо мне подучить турецкий пудинг кошки тут все рычат вообще в комментариях что вы думаете по поводу знаете престижа и статуса вот для меня это тоже прям вот такая знаете история незакрытая то есть когда я мусор собираю по улице да я понимаю что я это делаю для всех вообще все выигрыши да и для природы и для других людей и для самой себя и для будущего поколения и для бога если в него верить да то есть для всех всем приятно единственное только что это не престижно и сейчас в отеле я понимаю что я примерно в такой же ситуации нахожусь вот мне если честно практически все нравится мне нравятся люди мне нравится персонал мне нравится даже сама работа это воспринимаем как какой-то лютый спорт и мне нравится что этом реально пью очень много воды то есть два литра я могу там выпить легко и я прям чувствую организм у меня обновляется мне прям румянец появился не знаю в общем мне прям очень нравится кошки вот есть мне все нравится единственное что как бы не престижно да опять же та же самая ситуация то есть по ходу меня это будет преследовать вот когда я была стоит ну как бы как была я сейчас да то есть когда я говорила я дизайнер я дизайнер я там ну стокер никто не понимал а дизайнер понимали и я чувствовала какое-то знаете такое когда они не то что прям гордилась вот но какой-то знаете интеллигентный труд вот а сейчас я понимаю что ну не то самое не графиня правда в принципе все в отеле вот клиенты очень адекватные люди то есть настолько мне это нравится конечно не знаю может дальше будет по-другому но сейчас мне прям и клиенты нравятся что все такие добрые ой да нет нет спасибо нас не надо там или ой нам только полотенчики дайте мы сами убрались или там если допустим что-нибудь забыл там сделать никто по крайней мере пока что они не ругался не жаловался мне даже доллар чего их дали ну окей 3 доллара 3 доллара дали чаевые это прям вообще было незабываемое ощущение мне было такое ощущение что мне миллион долларов дали по ощущениям конечно это потрясающее чувство это знаете как что-то новенькое да когда что-то новенькое с нами происходит мы прям реагируем на ура вот манюнька все я выговорилась наверное сейчас пойду кушать и монтировать вот это видос единственное только что минус такая ты работаешь ты в принципе ничего не успеваешь сделать по дому я уже от этого как бы отвыкла и немножко забыла каково это когда ты приходишь после работы типа надо что-то готовить вот поэтому как бы у меня слава богу муж так и остался как бы работать дизайнером у него таких проблем вообще нет он как бы спокойно себе стабильно как работал так и работает вот меня спасает то что я как домой пришла и как белоручка все я ничего не делаю я только смотрю фильмы сериалы да пытаюсь грызть турецкий вот это конечно очень здорово я вспоминаю в россии же я как все да то есть работала на обычной работе приходила домой готовила там что-то кушать что там убиралась иногда и ложилась спать и утром снова на работу вот я поняла что стоки меня настолько расслабили настолько расслабили что для меня сейчас такая жизнь кажется ну просто нереально и чтобы приходить после работы еще что-то делать да я конечно очень расслабила только четыре почти пять лет или 6 до 14 года уж те про меня с видео затянулась ладно мне поболтать охота видео по душам напомню и тем более если вы тоже работаете в дизайне да они не факт что вас это не коснется да да не факт что вас эта проблема не коснется и так далее а я кстати еще слышала такую версию что у дизайнера тоже другого что я пять лет училась там в институте на дизайнера не для того чтобы работать там продавцом в супермаркете допустим там если работы нету или еще чего-то какой-то кризис там или как у меня кризис среднего возраста я сейчас так думаю что мне работа дизайнера дала вообще не только деньги и я понимаю что это останется со мной вообще навсегда то есть не то что там я просто как работа была как просто деньги заработать как выжить а это реально вы мое мышление такое еще не изменила за счет того что я стоками увлекалась надо было много тем разных искать да я там когда начала рисовать религию я начала читать религию в итоге меня затянула туда философия да в итоге я как бы вообще изменилась до неузнаваемости за все эти четыре года и все это дало мне реально искусство то есть искусство это гораздо больше чем просто способ заработка это не знаю вот именно творчество да вот эта творческая волна вот это воображение ты сидишь придумываешь это очень крутой процесс он конечно энергозатратный но лично для меня это вот реально опыт на всю жизнь даже если я не смогу быть больше таким активным действующим стокером кстати это намек на то что этот канал может резко переквалифицироваться в батон болта логические видосы да но факт остается фактом что для меня это была просто школа жизни навсегда мне кажется я научилась лучше подбирать цвета в одежде и форма свет я не знаю текстуры вот это все то есть я как-то начала по-другому одеваться по-другому чувствовать мир такое ощущение что начала то есть как-то через вы уже какую-то призму именно вот этого художественного взгляда там как красиво веточка загнулась вы знаете вот раньше у меня такого ей богу не было теперь у меня это как-то появилась и это очень круто мне прям это очень нравится вот поэтому у меня нет такого понимания что вот я там тоже же почти что пять лет учила ну как бы векторную графику дорисовать не для того чтобы работать горничной то есть у меня такого нету я не чувствую что я вот как-то упала да там в своем каком-то развитии нет я почему-то так не считаю мне кажется что любой опыт это очень круто то есть даже если он как бы какого-то взгляда негативный опыт то в принципе мы все равно развиваемся в любом случае развиваемся это знаете сравнимо с работой я когда-то работала проводником поезде это был стройотряд в институте это тоже на три месяца буквально это была летняя работа да мне было тоже тогда восемнадцать лет это по моему числе была моя вообще не первая самая работа то есть я вот закончила школу училась в колледже и там можно было ну там через знакомых у меня и естественно как-то получилось можно было устроиться в стройотряд вот и проводником в поезде и там тоже надо было чистить вагон то есть ты его там моешь выдаешь постельное белье потом собираешь это пересчитываешь выдаешь билеты считаешь клиентов выпускаешь запускаешь работа была просто вот адская я как вспоминаю реально адская особенно когда там на эти работаешь сколько часов 12 и спишь по моему 8 то есть а 8 часов перерыв 16 работа я уже честно говоря не помню я помню 16 через 8 у меня кто было или 14 через 8 не помню или 12 через 8 честно говоря точно не помню очень много мы работали и это же в поезде то есть нон-стоп 15 дней нон-стоп ты вот так вот как белка в коресе то есть от города в город город а в город выходной только когда вот поезд стоит на станции день стоит на станции вечером едет обратно и снова ты три дня там по-моему до 16 через 8 или 12 через 6 мы работ 12 через 6 вообще была адская какая-то работа график там ставили когда то есть ты спишь буквально четыре часа потом снова 12 часов работаешь и так три дня подряд ну то есть так называется вахтовая работа вышел на смену и все у тебя нет выходного нет отдыха ты просто работаешь три дня до потом сутки отдыхаешь потом снова три дня в поезде и так я три месяца или даже 4 я ездила 4 месяца ездила вплоть до октября и и это была реально адская работа была самая адская работа реально но это было так круто прикиньте прошло 20 лет не не 20 10 прошло 10 чуть я загнула прошло 10 лет и честно говоря я часто вспоминаю это было настолько школа выживания реально школа выживания плюс за это время надо было как-то в общем общаться с другими проводниками общаться с теми кто на станции общаться потом в депо приезжаешь очень много общения очень много людей постоянно какая-то круговерть постоянно что-то меняется 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 особенно когда ты в поезде там вообще да а особенно для студентов то нас буквально там две недели обучили и все идите проводниками работать то все так это было примерно да но это незабываемо было то что было просто незабываемого тоже самое у меня примерно и сейчас только не в поезде а в отель 25 минут уже болтаю все пойду я кушать интересно конечно чего дальше жизнь предоставит мне чем все это дело закончится вообще я смотрела вчера ой я тут камеру иногда на качели катаюсь камеру иногда задеваю пересматривала вчера свой плейлист по саморазвитию к этому я три года назад начала вести и там я расскажу там еще не была как бы религиозная я еще тогда не знала ничего про бога то есть это были мои первые шаги в психологии можно так назвать то есть тогда я уже как-то начала потихоньку осознавать что есть там ум в голове да там есть ум разум душа чувства сейчас я в это как бы верю и и вот то что уму доверять не всегда надо то есть мысль то вот упорождает мысли как бы не ум порождает мысли а все равно как бы ум вот хочу не хочу буду не буду надо не надо и ему не всегда надо верить мы не всегда надо доверять и вот ум у меня сейчас прям болит нет нет не хочу не хочу не хочу и только разумом я понимаю что ну, как бы не то, что надо, да, а это реально полезно, это реально полезно, ты практикуешь турецкий, ну, я имею в виду проработу свою, да, ты практикуешь турецкий, ты очень много двигаешься, очень много двигаешься, очень много пьёшь воды, для организма это просто супер, то есть ты всё равно обновишься прям полностью, наверное, вот, у тебя появляются новые знакомые, новый опыт, то есть прям вообще всё как бы по всем параметрам супер, просто ум сопротивляется, потому что уже как бы отвык так работать он привык быть ленивым таким у меня как кошка вот и в первых своих видео я именно на самом деле об этом говорю что уму доверять не всегда надо ум просто как маленький такой вредный ребенок хочет то что вкусно и не хочет то что типа полезно вот в общем это такой вот чисто такой противный вредный маленький ребенок и если разум возьмет верх над умом тогда есть шансы стать более разумным мне конечно еще далеко но как говорится лучше один шаг в правильном направлении чем 100 в неправильно все наговорила много всем спасибо за внимание всех люблю и всем пока